Всем привет, с вами Фанатик, это игра NK-Set и я продолжаю прохождение. Обычно у нас здесь в лагере немножечко отдохнули и теперь отправляемся дальше в путь. Я так понимаю, в зыбучих песках будет всё-таки этот крутой транспорт. Осталось тут немножечко дойти, буквально чуть-чуть, вот, сразу, сразу какое-то событие. Так, кажется, что над этими болотами, через которые пролегает ваш путь, висит вечные сумерки. Пустые испарения застилают свет, а слава мерцающие зеленоватые огоньки напоминают о светлячках, не местных, плотоядных, а тех маленьких и безобидных, оставшихся во внешнем мире. Посмотрите бинокль. Вы подносите бинокль к глазам. Болото окутано плотным, осязаемым туманом, а окуляры бинокля кажутся чуть запотевшими. Тем не менее, шевеляющиеся в предвижных зарослях тени становятся чуть яснее. Короче, укрытие и идти дальше. Такое. По каким-то горам иду. Войти в локацию. О-о-о! Все-таки это то, что надо! Нифига себе! Ха-ха-ха! Ого! Мощно! Это реально какой-то автопоезд прям мощный. Ого! Ого! Ничего себе, насколько он длинный! Не, это крутая машина. Так, ну что, надо контейнеры все здесь облазить. Там еще некроидов целая куча лазит. Ими, видимо, придется разобраться. Заперто. Серьезно? Не могу взломать, что ли, вообще? А, нет. Могу отмычкой взломать. Давай. Забираю. Есть реликтор. Тоже запертый. Это слишком сложно для меня. Если так, тоже никак не получится. Ладно. Поделать. Тут. Какие-то сложные ящики, капец. Искать аптечки. Ни силы, ни ловкости. Ничего не хватает. Блин, а ты, в случае, не сможешь мне? Нет, тоже не сможет. Слишком слабый. Ладно. Чего уж там. Этот еще старый ящик. Сразу так резко мимо пробежал. Забираю. Здесь можно запросто полазить. Сначала что? Сначала мне все-таки нужно поставить навык. Ставить навык. Персонаж. Прикладные. И оценка уязвимости, наверное, мне не очень надо. А вот это вот. Прыжок реактивный. Это то, что нужно. Это пассивное. Это пассивное. Все хорошо. Да, какие-то ящики охренеть мощные. О, еще один реактивный ранец. Но второй надо будет продавать. Кстати, у меня уже есть особенность для реактивного ранца. Именно вот обычный, который. Не помню, где он. Техники. Класс защиты. Пум-пум-пум-пум-пум. Блин, а где? Здесь, что ли? В устройствах. Ага, реактивного прыжка у меня еще пока что нет. Ладно. Собственно, мне не очень нужно использовать терминал вместо водителя. Как я могу туда залезть? Как там народу гуляет? Это надо тоже все обшарить. Найден секрет. Вот, хорошо. Секретики я люблю. Ну, только взломать я его, походу, не смогу. Слишком сложно было. Ну, криминал как-то прокачивать не очень хочется. Есть более полезные навыки. Лучок. Ага, вон оно где. Заход с самого сзаду. Там можно уже уйти. Здесь еще один старый ящик. С той стороны гуляет целая куча народу. Ножницы. Ну-ка, заходим в этот автопоезд. Интересно. Ага. То есть они меня могут заметить запросто. У них тут тоже ящики какие-то. Припасы, бочки. Я думаю, с ними разберусь. Канистра целая куча. Сколько их? Раз, два, три, четыре. Все, четверо. Что у них? Скелет? Это скелет? Пси-защита огромная просто. Биохимическая защита высокая. Механическая высокая. Термозащита. Криозащита высокая. Да, непросто мне будет здесь с ними справиться. Так, ну что, нападаем. Нет, стоп, нападаем. Энергизация сначала делаю. Потом энергизация сюда. И теперь уже нападаем. У меня все-таки перегрузка. Но пока что легкая. Так что не так страшно. Пиро не кроет. По идее, ходом его хорошо должно пробивать. Криозащита 39. Но ты же пиро не кроет. Откуда у тебя криозащита? Биохимическая, зато слабая, да? Очень даже. Окей. Значит, воробей быстренько с ним разберется. Раз воробей ходит. Блин. Давай-ка ты подождешь. Пожалуй, и ты подождешь. Рокировку сделать. Те пока что на меня не напали. Поэтому. И защита высокая, энергетическая. Но у энергетической перчатки урон побольше. Буду вот этим бить. Не линия огня. Подождать. Ладно, пусть подходит. Будет плеваться, что ли? Он со мной сделал, непонятно. О, бегут. Бегут, засранцы. Отсюда я смогу атаковать. По идее должен. Давай вот так. Бах. Готов. Полторы тысячи опыта. Ё-моё. Ха-ха. Это сильно. Так. Пустим. Энергизация. Не, 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 не. Говорить мы не будем. Нападаю. Биохимическая 39. Термозащита, кривозащита низкая. В принципе, одинаково. Поэтому фигачу. Что такое? Ага. Ну да. Патрончиков не хватает. Так. Это что такое? Обезоруживающий выстрел. Ммм. Так, крутая способность. Очень даже. Это что, безоружие скелет? Попробовать его заморозить. Не достаю. Тогда подожду. Э. А как? Как ты сюда попал? Прошмыгнул. Я его не заметил. Ладно. Не так страшно все. Биохимическая невысокая у тебя. А у этого вот большая биохимическая защита. В белом халате. Короче, мужика в белом халате будем атаковать. Так, 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 так. Ну что, вот этого давай. Энергоперчаткой раз. Энергоперчаткой два. Энергоперчаткой два. Это было жестко. Это было жестко. Крио защита одинаково. Ну что, давай-ка, приморожу я его. Пусть постоит, отдохнет. Так, жди. Акеровочку. Реально черепок у него скелет. Заклинило, блин. Что ты? Ничего страшного, я думаю. Да что ж у всех оружие клинит. Ужас какой-то. Оу. Тазер обжахнул. Блин, это, конечно, неудобно, что я не вижу. Что за фигня, блин? Ну ладно, подбегай. Значит, энергизация. Это бессмысленно. Давай каракировочку тогда. Вот так вот сделаем. Ну что такое? Почему ты его не... А. Что еще заклинило? По-своему, можно вообще изи стрелять. Ну такое, конечно. О, он лечится. Интересно. Хорошо, вот этого надо добить. 1980 топы. Так как-то за них очень много насыпают. Прям очень много. Воробей наконец-таки поднялся. Этот в белом халате, по-моему, у него высокая, да, биохимическая. Да. Причем оружие заклинило, поэтому давай-ка вот так вот. Вах. Урожающе щелкает зубами. Щелкунчик, ты смотри. Два раза промазал. Все, красиво. Воробей, ты давай сам себя полечи. Ну что, надо обыскать этих скелетов, во-первых. Позабирать у них все ценные припасы. Просканировать я их не могу. Увы, нет. Так, вот некроида еще тоже надо обыскать. Опа. Какой-то артефакт. Неизвестный. А, понятно. Опять этот с биохимическим уроном. Ключ карты. Ага. То есть я завести без ключа карты, в принципе, не мог. Мне в любом случае надо было бы их убивать. Ну ладно. Хорошо. Бочка, бочка, бочка. Ничего здесь больше нету. Ну да. Ну все тогда. Урсула. Капец, тут куча припасов, канистры, блин. Забираем. Так, панель управления. Подняв крышку люка, помеченную предупреждающими знаками, вы видите механизм сцепки вагонов Урсулы. Огромное устройство, покрытое загустевшей смазкой. Рядом с ним виднеются органы управления. Четыре кнопки. Красный двухпозиционный рычажок. Педаль и манометр, показывающий давление в системе. Еще и есть металлическая табличка с инструкцией. Похоже, с помощью этой штуки можно отцепить застрявший вагон и освободить Урсулу из плена. Сейчас панель выглядит абсолютно мертвой. Ни одна лампочка на ней не горит, а кнопки не реагируют на нажатие. Видимо, для начала вам нужно запустить двигатель машины. Я понял. Погнали. Место водителя. Использован пароль. В приборную панель, склепанную из надломленных стальных листов, утоплен маленький выпуклый экран бортового компьютера, покрытый слоем желтой пыли. Когда вы смахиваете ее, оказывается, что все это время ЭВМ была включена. На серо-голубом алюминофоре блекло мерцают размытые буквы. Начало вывода. Так, Урсула, тратата, версия, так, аварийный режим, основные системы ожидания, резервное питание, низкий уровень заряда. Залить топливо из канистры. Откинув крышку заливной горловиной, вы опрокидываете канистру. Горючее журчит, стекая в бак. И резкий тяжелый запах наполняет кабину. Запустить двигатель. По кабине пробегает дрожь. Мощный движок в голове машины начинает работать с ровным низким звуком, к которому добавляется нарастающий вой раскручивающейся турбины. Красные контролирующие лампы гидроусилителя, генератора и пневматической системы гаснут почти одновременно. Включить передачу и нажать на газ. Вы втаптываете педаль в пол. Машина дергается, беспомощно буксуя на месте. Похоже, что-то не дает ей сдвинуться. Я понял. Отойти в таком случае. Сейчас отцепим половину вагонов. Где-то здесь, вот она, панель. Так. О, ё-моё, тут целая система. Посмотреть на шкалу манометра. Дрожащая стрелка медленно открывается от нуля и начинает медленно подниматься. Ждать, наблюдая за показаниями прибора. Стрелка манометра минует цифру 5 и продолжает уверенно ползти вверх. Ещё ждать. Стоя до 10, стрелка чуть сбавляет ход, но, тем не менее, продолжает двигаться к краю шкалы. Ещё ждать. Стрелка доходит до цифры 15, замирает и чуть колеблясь на границе красной зоны. Хорошо вернуться к управлению сцепкой. Прочесть инструкцию по табличке. Инструкция на табличке набрана крупными печатными буквами, будто бы выдавленными с обратной стороны. Сцепка вагонов осуществляется с помощью четырёх стержней. При этом стержни 1 и 4 находятся на стороне переднего вагона, а стержни 2 и 3 на стороне заднего. Чтобы сцепить вагоны, необходимо соединить их буферы, после чего выдвинуть стержни 1 и 4 и втянуть стержни 2 и 3. Для расцепления вагонов нужно выдвинуть стержни 2 и 3 и втянуть стержни 1 и 4. Я понял. Надо, значит, мне для расцепки выдвинуть второй и третий и втянуть первый и четвёртый, выдвинуть второй и третий. Второй стержень. Направлено на второй стержень. Так. Вы вдавливаете вторую кнопку, и она озаляется ровным красным сиянием. Смотрите, кнопка послушно уходит вниз с тихим щелчком. Внутри неё загорается красный светодиод. Так. Это я вдавил, да? А мне наоборот, надо выдвинуть, а вдавить... 1 и 4. Вы вдавливаете... Вы вдавливаете... Что-то оно всё вдавливает. Вы нажимаете на первую кнопку, тапливая её в корпус панели. Внутри кнопки так. И чё? То есть мне по факту просто, что ли, все надо нажать и всё? Нажать на педаль. Вы нажимаете на педаль, и соединительный стержень втягивается вовнутрь буфера. Раздаётся сдавленное шипение, воздух выходит из системы. Стрелка манометра опускает... Так. Описав полкруг, опускается на ноль. Так. Что-то непонятно вообще. Чё делать-то надо, ё-моё? Посмотрел, нагнал давление, вернулся к управлению сцепкой. Посмотреть на индикацию. Вы бросаете взгляд на панель с кнопкой. Одна из них, та, что светится, указывает на соединительный стержень, с положением которого вы можете управлять с помощью педали. То есть, когда я правильно всё сделаю, надо, по идее, на рычаг нажать. Стершни выбираются с помощью кнопок 1.4. Подача давления осуществляется педалью. Рабочее давление 15. Рычаг регулирует направление подачи давления. После каждого движения стержня давления в системе сбрасывается. Ё-п-ресеты. Даже так? Для расцепления вагонов нужно выдвинуть стержни 2 и 3 и втянуть стержни 1 и 4. Выдвинуть 2 и 3. Втянуть 2 и 4. Вы нажимаете на первую кнопку, утапливая её в корпус панели. Утапливая. Тянуть. Всё правильно. Теперь. Оп. Что-то они ничего не... Непонятно. Не сбросилось давление. Это странно. Всё ещё на кнопке 15. Четвёртый. Четвёртая кнопка щёлкает, уходя в корпус панели. Матовый так. Хорошо. Давление в системе сцепки направлено на последний, четвёртый стержень. Так. Повернуть рычаг. Вы приключаете рычаг в положение «оттолкнуть». А-а-а. А-а-а. Теперь положение «оттолкнуть». По идее, теперь будет выдвигать. То есть второй и третий мне нужно выдвинуть. Значит, второй. Вставление направлено на стержень 2. Вы вдавливаете. Так. Притянуть. Вы переводите рычаг в положение «притянуть». Оттолкнуть. Эта кнопка послушно уходит вниз. Ну так оттолкнуть же. Почему она вниз уходит? Притянуть. Так. Так. Ну, шкала всё правильно. Так же давление есть. Может, наоборот, надо сбросить давление, чтобы вытянуть. Вдавливаю. Вдавливаю. Так. А теперь повернуть рычаг на «оттолкнуть». Но второй и третий. Наоборот, надо выдвинуть. А втянуть. 1,4. Рычаг. Притянуть. У-у-у-у-у. Хе-хе-хе-хе. Веселуха. чтобы расцепить надо тянуть стержни 2 и 3 нет для расцепки нужно выдвинуть стержни 2 и 3 и втянуть 142 и 3 выдвинуть выдвинуть оттолкнуть по идее вот это 2 и 3 так а теперь вот так притянуть 1 и 4 описание странное так нажать на педаль вы нажимаете на педали соединительный стержень втягивается во внутрь буфера раздается сдавленное шипение стрелка манометра опускает и то ничего не отсоединилась походу что-то не пойму я чё надо сделать то ёппар сатэ что за фигня включить передачу и нажать на газ кто-то не дает есть двинуть кто за дичь какого фига она все втягивается блин ладно оттолкнуть 14 повернуть рычаг 23 и нажать на педаль вы жмете на педаль выбранный стержень с тихим глухим щелчком едва заметно дергается на месте должно быть он уже и так находится в крайнем положении и чтобы передвинуть его нужно изменить направление подачи воздуха в системе давай вот так нажать на педаль вы жмете на педаль соединительным стержнем и связком выскакивает из паза да ты что ну по идее сейчас отсоединилась давайте попробую ну и что ну выскакивает из паза почему не отсоединилась то тогда что-то тут очень странно больше никаких панелей здесь нет она вот это вот единственная панелька что-то там уже выскочила из паза а дальше то чё какой выскочил из паза то надо каждый что ли чтобы выскочил из паза какой конкретно выскочил давление так вытянуть оттолкнуть так положение оттолкнуть какое стержень вылетел значит 4 кнопка щелкает уходя в корпус так нажать на педаль повернуть рычаг нажать на педаль стержень втягивается во внутрь буфер все вот теперь понятно то есть надо каждый отдельно втянуть и вытащить то есть мне нужно получается что выдвинуть второй третий надо а втянуть один и четвертый я понял теперь как-то зараза работает значит на положение оттолкнуть второй стержень нажать на педаль выскакивает из паза третий нажать на педаль давление недостаточно понял нагнетаем давление а теперь нажать на педаль ты чё издеваешься было же давление еще раз нажать на педаль все второй третий выскочил из паза а втянуть первый четвертый так первый и четвертый надо втянуть значит притянуть выбираю первый нажимаю на педаль тягивается вовнутрь теперь нагнетаю давление вернуться к управлению сцепкой нажимаю сюда потом на педаль заскакивает вовнутрь хорошо а теперь как раз соединить по идее он уже должен был отсоединиться правильно понимаю я же все по инструкции сделал первый второй третий четвертый это как подать давление это направление подачи нажать на педаль инструкции ну все я все выдвинул как надо по идее теперь я могу трогаться включить кто-то не дает это вы издеваетесь что ли ну не смешно это уже сейчас было больше никаких не вижу собственно здесь этих терминалов это очень странно это прям капец странно точно я здесь ничего не упустил я все как надо тест выдвинул те задвинул все по инструкции но тут ничего больше нету не пойму я чего-то не пойму я чего-то здесь что не так механизм сцепки прочтите инструкцию так рабочая 15 чтобы сцепить вагоны необходимо соединить их буферы после чего выдвинуть стержни 1 и 4 соединить их буферы а для распределения вагонов нужно выдвинуть стержни 2 и 3 и втянуть стержни 1 и 4 цепка вагонов осуществляется с помощью четырех стержней при этом стержни 1 и 4 находится на стороне да 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 а вроде бы все правильно должно быть вот значит давление 15 рычаг на оттолкнуть оттолкнуть мне надо получается 2 и 3 значит захожу во второй вы вдавливаете почему-то нажать на педаль и выскакивает из паза второй стержень выскакивает из паза правильно же выскак все верно дальше опять разгоняю давление вернуться к управлению сцепкой 3 давление направлено нажать на педаль выскакивает из паза дальше переключаю теперь нужно притянуть нагнать давление 1 нажать на педаль втягивается во внутрь буфера так дальше опять давление нагнетаю возвращаюсь и 4 нажать на педаль втягивается во внутрь буфера вагон разъединяется со звуком больше похожим на тяжелый вздох выслушайте тихий шелест осыпающегося грунта а вслед за этим вагон урсулы начинает отдаляться от вас медленно погружаясь за пучий песок проводить вагоны взглядом закрыть лючок и отойти наконец-то блин ну я же и предыдущий раз тоже сделал так же почему блин не сработало ну теперь это точно я поеду ладно все нажать на педаль газа взрывев урсула вздрагивает пространство за окном завалакивает облаками рыжего песка срывающиеся с крыши машины урсула пробуждается крокоту двигателя прибавляется постепенно угасающая вибрация громадного ротора под полом по всей видимости стартует основная силовая установка основанная на технологиях преотцов руль в ваших руках мелко дрожит буксуя грохача мотором машина выбирается из песчаного плена воздух кабине наполнен золотистой пылью в амбразуру лобового стекла смотрит небо плывущее в отражении купола припарковать урсул выйти и осмотрится а типа это лагерь теперь мой такой будет да ух ты нифига себе круто как вот это тачка вот это я понимаю и что здесь у меня и то химика из-то ученого и метком и для серво брони и из-то оружейников вау холодос есть есть кухонная плита круто душ даже есть с туалетом не ништяк вести модификацию базовая инструкция к серво брони нету все еще у меня инструкции очень жаль конечно пистолетные пули так винтовочные пули пинтовочные патроны так вот пистолетные патроны создать максимум пистолетная пуля это из руды но руду я лучше продам простоя отмычка создать робо зарядник тазер салют это мне не нужно тучу можно всякого накрутить шоковая граната и светошумовая порох можно наделать в принципе создать максимум 20 пороха то есть всего лишь коробка реагентов и стопка бумаг нужно вообще не проблема это что отдых кровати целая куча а ящика здесь нету или типа я в холодильник должен складывать все а вот есть вещевой шкаф один второй не ну круто очень даже круто стульчики поставили такие котелок все дела подогреты бобы сваренное яйцо это все ерунда ништяк мне нравится что поехали дальше запустить движок отправиться в путешествие все поехали куда сначала сгоняем вот сюда давайте вот сюда сгоняем о как быстро машина мягко плывет над дорогой чуть покачиваясь на ухапах вы крутите руль то и дело поглядывая по сторонам в очередной раз бросив взгляд сквозь ветровое стекло вы замечаете вдали кое-что интересное остановиться и подойти посмотреть поближе вы съезжаете на обочину недалеко от дороги обнаруживается неглубокая низина поросшая колючим кустарником где вы и оставляете ваш автомобиль выбравшись обратно на дорогу вы отправляетесь в пустыню в надежде что не успели пропустить ничего важного проходя мимо очередной скалы вы замечаете что-то у ее подножья подойти ближе сначала вы не уверены на что смотрите но по мере приближения становится ясно что перед вами иссохшие человеческие останки сросшиеся со скалистой скалой в причудливой позе просканировать остатки и отойти от остатков отправиться в путь вот это я понимаю едет быстро хорошо тачка едва заметная тропинка ведет на белом меловой холм высокий и пологий по мере того как вы поднимаетесь все выше и выше воздух вокруг будто сгущается обретая стеклянный блеск неясные силуэты и лучи отраженного света повисают пространстве вокруг вас вид открывающийся с холма похож на кадр из фантастического фильма равнина выбеленная крупными пятнами мела известняка и соли покрыта остриями торчащих темных скал небо здесь точно изгибается под каким-то немыслимым углом и в нем вы видите чуть искаженное отражение долины раскинувшиеся внизу так давайте смотреться в отражение поначалу это кажется бесполезной затеей но чем сильнее вы сматываетесь отражение сравниваете отражение с оригиналом тем явнее понимаете что между ними есть разница скалы камни с самой лев поля все расположено несколько иначе можно попросить компаньона сходить на разведку подождать и понаблюдать за происходящим в долине вы ждете вглядываясь в однообразные очертания равнины вдруг до вас долетает гул работающего мотора звук постепенно приближается очень скоро из-за песчаного гребня показывается автомобиль машина движется прямиком к полю автомобиль выезжает на равнину несколько раз поворачивает входя в крутой занос влетает в торчащую скалу и разбивается отблеск мощного взрыва озаряет равнину спуститься и осмотреть взорвавшуюся машину вы спускаетесь с холма лев в местности чем-то напоминает океанское дно и возможно когда-то оно здесь и было по крайней мере все эти черные скалы которые пропадают попадаются на вашем пути словно обтесанные волнами на первый взгляд ничего необычного но только на первый сделав еще несколько шагов вы обнаруживаете что движетесь не в том направлении в котором шли закрыть глаза и идти ориентируясь только на звуки в пустыне никогда не бывает по-настоящему безмолвной закрыв глаза и сконцентрировавшись на звуках вы слышите шум ветра и тихий похожий на звон шорох с которым крутятся друг от друга метелочки ковыля ловя каждый шорох вы осторожно шагаете вперед натыкаясь на черные скалы в ваших ушах ветер и сухой негромкий треск наверное это тащит соляная корка под вашими ногами еще один валун вы запинаетесь за него чуть не попад чуть не падаете и тут же вцепляетесь в этот камень обеими руками худшее это может сделать сейчас это потерять направление что можно сделать сейчас вы прислушиваетесь ветер и сухой шум песка по-прежнему ведут вас шаг и ваши пальцы упираются в каменистый склон открыв глаза вы понимаете что вам все же удалось выйти к холму и странная равнина остается позади ну такое уйти продолжить путь вот мне это вообще не понравилось фигня лагерь хвыщей и мне наверное нужно ехать вот сюда сначала напоить бедного который там умирает от жажды машина мягко так плывет хорошо не обращать внимание едем дальше стоп тут что-то есть так ох ты ё-моё обнаружена локация локация исследована грузовики можно использовать чего чего себе так ну давайте я здесь все соберу и попробую о черный еще одного погибшего нашел ох ты ё-моё ничего себе сколько у него всего расканировать у меня усталость 859 у надо отдохнуть сейчас наверное обахну кофейку растворимый кофе выпью обыщу эти все припасы и поеду дальше этот грузовик завалился на бок либо при столкновении либо при попытке его избежать корпус наполовину занесло песком дверь в кабину кажется заклинило а из кузова частично высыпался груз заглянуть в кузов едва едва вы подходите к некогда распахнувшиеся от удара задней двери изнутри доносится неприятный скрежет и низкое урчание кажется в кузове устроила логово какая-то тварь атаковать атаковать таблезубый вольпер но это не серьезно ой их тут много их тут много оказалось ну ничего они слабенькие сейчас мы будем быстро с ними разберемся еще и мяско подфармим я не знаю нет нет надо перезарядить все так ну теперь обыщу этих вольперов Осмотреть кабину. Протерев дверное стекло со стороны водителя, вы пытаетесь разглядеть, что происходит в кабине. В основном там ничего интересного, кроме нескольких полустлевших бумажных листов. Явно брошенных в попыхах. И смотреться к бумагам внимательнее. Похоже, это накладный нагруз. Судя по едва различимым датам, авария произошла либо непосредственно перед, либо прямо во время инцидента. Понятно, записка еще какая-то. Добавлено так, записка, 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 посмотрим. Осторожно! Ничего не понятно, но опыт получен, это самое главное. Вы рассматриваете живую классику автопрома. Рабочую лошадку Кронус. Грузовой тягач ММ-Тракс. Машина застыла на обочине, вокруг гусениц занесло песка. Тот же песок несомый ветром ободрал краску с кузова и проел путь для ржавчины. Проел песок. Чего? Ладно. Передняя крова помята, явно от столкновения с другим тягачом. Дверца в кабину приоткрыта, а вот задний замок не тронут. Осмотреть кабину. Сидение и пол слегка занесло песком. Но в целом все выглядит так, словно водитель вышел пару минут назад. Над торпедой закреплен талисман, фигурка капитана Гиены. Бардачок распахнут, в нем пусто. Поискать ключи от кузова. Вы снимаете фигурку капитана Гиены с держателя и трясете ее по найти. Конечно же она внутри полая и конечно же ключи спрятаны там. Прекрасно. Как мне? Подожди. А вот. Багажник, да? Не понял, почему багажник? Вот. Вот так вот. Багажник. Использован ключ. Вот такое. Не особо там много чего полезного. Все. Здесь все обыскали. Все осмотрели. Вольперов уничтожили. На Урсуле поедем. Что пешком-то ходить? Пешком ходить не будем. Поехали дальше. Стоп. Лагерь. Подожди. Блин. Надо отдохнуть. Тут у меня там вносливостью все плохо. Так. Отдых. Все. Выспался. Жажда 370. Давай. Водички бахну. Тут сколько? 420 года потребить пищи. Он был какой-то непродуктивный совсем. Ну, ладно. Фиг бы с ним. Ничего страшного. Запустить движок и отправиться в путешествие. Едем дальше. Оп. Ну, ладно. Я почти доехал. Давайте спасем сначала вот этого товарища. Так. Вы стоите в отмеченной на карте точке. Координаты сходятся до доли и совпадают даже приметы и ориентиры, указанные в комментариях к записи. Само место выглядит довольно укромным. Отличный вариант припрятать нечто ценное. В тени от скалы мелкий щебень будто нарочно рассыпан поверх подозрительного углубления в песке. Похоже, вы нашли, что искали. Лопату. Песок действительно густо перемешан со щебнем. А когда вы заглубляетесь на пару десятков сантиметров, лопата сразу развякает, опару развякает, а какие-то заостренные металлические обломки. Защита от норных животных или от любопытных людей. Впрочем, вы со своей целью добились. Лезвие лопаты издает глухой стук. И вы, попробовав еще немного, достаете наружу ящик для патронов. Но судя по мягкому стуку внутри, когда ящик потряхивают, в нем спрятаны отнюдь не боеприпасы. Вы осторожно открываете крышку. Да, все верно. В тайнике находится небольшой эликт. Теперь он ваш. Прекрасно. Небольшой эликт, это всегда здорово. Так, посмотрим, что за эликт. Что он дает? Понятно? Ну, в любом случае, давайте дам я к оторжине. Не пойму, он вообще что-то прибавляет или нет? Что-то меняется в параметрах. А, эликт глубокая фляга. Восполняет вашу потребность в воде. Ничего себе. Крутой какой эликт оказался. Тогда что? Фортуна плюс один. Так, здесь. Внимание, харизма. Здесь. Тива ловка снижена, тива снижена. Ну, блин, мне некуда. Некуда поставить. Придется вот эти ухи снять. Потому что восполнение воды очень здорово. Прям офигительно. Давай вот эти ухи тебе. Будешь внимательный. Так, ну и теперь вот сюда еще. Посмотрим. Эй! Эй! Я тут застрял! Помоги мне! Вытащи меня отсюда! Я не знаю, что с бронем. Она не... Ну, здравствуй! Я застрял в этой жестянке. Вытащи меня отсюда. Я уже с ума схожу. Из-под присыпанной песком брони слышится слабый голос. Вы осматриваете доспех. Между его сочленениями искрится какая-то густая жирная субстанция. Похоже на влажную ржавчину. Так. Взломать гидравлические замки, чтобы броня открылась в аварийном режиме. Вы выкручиваете заглушки, аккуратно утопленные в торцах гидрозамков. Гидравлические замки щелкают. Скрипя и дрожа от натуги, нагрудник брони поднимается и на песок выпадает измученный человек. Спасибо, спасибо! Я... Я, пожалуй, пойду! С трудом шепчен он. Шатаясь и зыркая по сторонам безумным испуганным взглядом, он уходит прочь, оставив вас наедине с серво броней. У меня такая же, да, по ходу, броня? Ну-ка, давайте посмотрим, какая будет лучше. Вы осматриваете серво броню, она кажется вполне исправной. Если не считать того, что все ее сочленения сочтятся какой-то ржавчиной. Влажно-блестящей жижей. Использовать смазку, чтобы вернуть подвижность узлам доспеха. Вы выковыриваете ржавчину, которая при ближайшем рассмотрении оказывается чем-то вроде аномалии. Едва отделившись от металла, она тут же теряет свои свойства, превращаясь в мелкую черную пыль. Хорошо. А, то есть все я починил, получается. Так, класс защиты 45. Стойкость 20. Биохимическая защита 20. Сила плюс 5. Ой, какая хорошая броня, ты смотри. А у этой? Ну, это опять силы не дает. Вот. Это намного хуже. Хоть и класс защиты повышает. Не, ну ништяк. Тогда вылазю я. Из этой беру новую броню. Вообще круто. Вот это у меня сегодня обновки. И сервоброня крутая. И автопоезд, блин. Вообще ништяк. Что с вами делать, ребятки? Вас с пилотированием вообще беда. Основа ношения сервоброни. Наука. А это оружие уже 130. Ого. Нифига себе у нее тут навыков. Так, а у тебя? Тоже новые навыки появились. Фионика 85. Блин. Ну, бросать здесь сервоброню как-то не очень хочется. Но это лучше. Блин, а что делать? Я сразу две не заберу же. Да. Беда. Ну и ладно. Что, поменяли старую на новую. Что поделать, блин. Раз мои напарники не умеют ей пользоваться. На Урсулу садимся и поехали отсюда. Интересно, если я назад войду в локацию, сервоброня будет здесь стоять? Ну-ка. Давайте проверим. Да. То есть я по факту могу за ней вернуться. Очень круто. Мне это нравится тема. Так, ну теперь надо отправляться либо в Карман Хайтс, либо в Крематорий, либо на базу Фаланги. Плюс еще к хвощам нужно будет наведаться обязательно. Хорошо. Ну это все будем делать уже в следующий раз, друзья. А на этом пока что остановимся. Всем спасибо за просмотры, лайкосы и комментарии. Всего хорошего. И до новых скорых встреч. Пока-пока.